здравствуйте давайте поговорим на достаточно серьезную и большую тему которая называется водный путь е-40 который в полном своем виде либо в изначальном виде в принципе невозможно на данный момент но с другой стороны перспективы движения в этом направлении они могут дать серьезно геополитические и тем более серьезно экономические подвижки что ж это эту тему я анонсировал эта тема она в том числе выбрана частично с моими подписчиками поэтому давайте начнем и так что такое для начала что такое водный путь е-40 и о чем идет речь то есть речь идет о соединении порта гдальск с портом одессы ну или портами черноморского черноморского бассейна украины то есть устье днепра и таким образом обеспечением транзита грузов речным транспортом от балтийского до черного морей признаться идея даст идея не нова абсолютно не нова потому что этот водный путь он уже был в начале двадцатого века теоретически его даже собирались восстанавливать то есть по документам там шестидесятых 70-х годов он даже тоже теоретически был при этом на территории беларуси восстановили такую вещь как днепробукский канал с теми же самыми шлюзами река муховец она значительно мере канализирована но проблема оставалась в одной в одном узком скажем так месте это узкое место называется сама река бук которая проходит по территории польши это проблема еще одна называется это капитальная дамба на реке муховец в акватории брестского речного порта вот как она выглядит то есть понимаете что корабли там просто не пройдут теоретически хотя с другой стороны сам е-40 сама сама концепция она остается актуальной при нее говорят говорят много но как бы там ни было по состоянию на сегодня почему скажем так заставочка е-40 почему нет это как раз таки лежит в области решений польской стороны потому что проблема с восстановлением судоходства по бугу река проходит по по бугу и висле значительно мере эти территории они сейчас сегодня природа охранная ну и соответственно для поляков но это невыгодно и плюс ко всему прочему есть огромная потребность в деньгах то есть для того чтобы создать либо канализировать частичные реки либо создать сеть шлюзов необходимо большие капиталы вложения то есть говорят там о 10 12 миллиардах долларов естественно без этих денег больше она в принципе чесаться не будет но разве что как в случае с газа с нефтетранспортной системы то есть прокачка нефти разве что если не придут деньги и не придет волшебный пендель со стороны ваших тонов вот как если если тут увидят интерес в этом пути но проблема в том что соединенные штаты америки в этом пути интереса не видят поляки видят пока что чисто теоретически а вкладывать собственные деньги не хотят тем не менее разговоры о водном пути е-40 они возобновились они возобновились ну где-то лет 10 назад достаточно активно и после того как уже были созданы первоначальные концепции после того как согласовали первоначальные скажем планы по восстановлению либо по началу диалога естественно что на определенном моменте возникло и противодействие то есть особенно сильные инициативы на территории беларуси то есть есть целая общественная инициатива экологическая стоп е-40 есть сетер скажем так белорусских экологических организаций есть выступление белару беларуских бизнес ассоциаций но которые принципе тоже вполне понятно почему об этом чуть позже но и нас и по состоянию на сегодня есть информация о том что этот проект он по крайней мере в его части но он обсуждался на на уровне беларусь беларусь украины на уровне правительств и тут кстати был у меня достаточно интересный разговор еще в начале после смены власти когда у нас в институте был министр инфраструктуры господин крикли который вначале заявил что водный путь е-40 приоритет но тогда в принципе на на пальцах пытались показать что водный путь е-40 в полном его объеме невозможен а вот на участке беларусь и украина вполне возможно и в принципе судоходство под днепро то один из приоритетов постоянно сегодня украинского правительства и в украине принят закон за основу пока что не окончательно принято основа законопроект о внутреннем водном транспорте который в принципе создает нормативные рамки для восстановления судоходства он принят достаточно выгодным для беларуси выгодны для беларуси форме вык потому что на реку допускаются суда с иностранными флагами и вот на этом можно принципе ожидать очередного витка противодействия тем более что стороны договорились о такой вещь как много но углубление частичная по рекам и само собой что возникают традиционные ну скажем так страшилки то есть с одной стороны это то что будет разрушаться обычные скажем так условия природные в охраняемых территориях будет разрушена припять ну а также то что будет раз будет поднят но это вообще интересная вещь радиоактивный ил с одна киевского дохранилища в случае дно углубительственных работ и мол вся эта радиация нападет на киев а ну и плюс еще забросы с точки зрения экономичной экономической обоснованности ну что ж давайте для начала тогда пойдем по порядку от истории заодно покажем я попытаюсь затронуть и грузопотоки и экологические риски это что будет с днепром и так если говорить по истории то в принципе идея соединить прошу меня не извинить балтийской черном море через личным транспортом она не нова то есть вот пожалуйста перед вами несколько карт то есть во первых тот же самый августовский канал он в принципе должен был продолжаться также до припяти и далее то есть фактически соединять была идея и даже была создана не просто идея была создана березинская либо лепельская водная система и было еще в две ты 1902 году был проект создания канала который бы соединял оршу и витебске таким образом этот этот вариант е-40 без польши и причем частично проект был реализован надо сразу дать отдать должное потому что лепель березинская водная система она существовала и более того скажем так по ней осуществлялась перевалка грузов то есть в реальности по крайней мере дрова по крайней мере древесина это это все по реке шло вот пожалуйста как это выглядело еще относительно недавно сегодня часть этих каналов осталась часть существует но если говорить об этом маршруте то в принципе восстановление его не представляет интереса под нас по одной простой причине что также природоохранной территории и большие капиталы вложения хотя бы потому что необходимо создавать либо воссоздавать шлюзы уже на новой технологической базе это дорого это действительно разрушает гидрологию целого реки поэтому тут как говорится оставим в стороне вот но с другой стороны есть еще одно направление это направление как раз к соединение если говорить уже более скажем так о далекой перспективе это направление о соединении западной двины и днепра потому что на белорусском участке до орше судоходство возможно и фарватер частично расчищен по западной двине даже при сооружении сети гэс по состоянию на сегодня есть полоцкая гэс по состоянию на сегодня есть витебская гэс и будет будет сооружаться еще березинская гэс то в принципе в таком случае будет гарантирована поддержка глубин 2 метра это это достаточно для судоходства и более того сама идея как раз таки соединение западной двины днепра она проговаривалась и она даже просчитывалась еще в середине нулевых годов потому что была создана даже совместно рабочая группа из представителей латвийской республики беларуси и частично украины принципе не сказать что был готов уже проект но по крайней мере общая экономика проекта просчитывалась тем более что у нас на территории латвии мини гэс они в принципе были рассчитаны под судоходство и в советское время они под это сооружались однако по состоянию на сегодня даже по западной двине восстановить судоходство тоже является в определенной мере проблемным потому что если говорить о гэс который скажем так построен на белорусской территории то витебский витебская гэс она она скажем так сразу сооружалась вместе со шлюзом и судоходство по этому участку гарантированно то полоцкая гэс который строила российской федерации который устроит скажем так и по российскому проекту там шлюзы не было предусмотрено то есть сейчас как раз таки белорусские речники они пытаются пролоббировать идею о том что в полоцке тоже необходим шлюз для того чтобы навигацию продлить ниже по реке в принципе это логично потому что плотина все равно есть но в таком случае почему бы не использовать гарантированные глубины вот и на этом как говорится вроде бы можно было поставить точку но все это это проекты скажем так достаточно как вам сказать далекой перспективы потому что по состоянию на сегодня это все требует просчетов это все требует дополнительного изучения но и в принципе реализация таких таких глобальных проектов она не является ну скажем так чем-то быстрым но с другой стороны можно поговорить и вот вот пожалуйста перед вами карта то есть узких мест где что необходимо сделать то есть вот пожалуйста карта водных путей где происходит навигация то есть у нас получается что нам необходимо посмотрите справа это канал лицепс корша возможно и вопрос полоцка в таком случае это этот путь может быть разблокирован то есть е-40 может быть реализован даже без польши причем по предварительным расчетам которые проводились с точки зрения строительства подобных вещей объемы выемки грунта и влияния на окружающую среду намного меньше в этом случае чем работы на польской стороне но это пока что и это скорее фантастика по состоянию на сегодня с точки зрения водного пути е-40 он может быть запущен как говорится в одном сегменте то есть до судоходства по беларуси и тут есть несколько проектов то есть интерес к этому высказывают во первых турки которым интересно то есть резко республика который интересно таким образом доставлять свои грузы выше под днепру и которые намеренно строить либо участвовать в строительство порта в нижних жарах это смотрите справа внизу то есть фактически сразу возле украины и второе это поддержка глубин на припяти для того чтобы в навигацию доставлять определенные грузы какие грузы но и тут как раз таки вопрос по белорусско-украинскому участку это вопрос грузопотока насколько проект окупается для того чтобы понять насколько купается давайте подумаем что может беларусь поставлять на внешний рынок с точки зрения беларуси по импорту пока что смотреть не будет итак белорусский экспорт с одной стороны была уже пробная поставка из города мозырь нефтепродуктов на украинскую территорию вопрос просто снова таких гарантированной глубины вопрос инфраструктуры то есть теоретически это возможно это где-то но вряд ли это будет будут большие объемы но это где-то полмиллиона тонн в год на это на эти объемы выйти выйти в принципе не проблема второй скажем так второй участок обратите пожалуйста внимание на город микошевич и до которого есть канал и немного сверху есть солигорск и любы то есть в одном месте находится беларусь калий во втором во втором строит свой свой завод и свой свой кабинет гуцирьев это слав калий и то и другое это занимает это и другое предприятие будут заниматься экспортом калийных удобрений от одно белорусско второе основатки гуцирьев беларусь и китай в данном случае вопрос куда беларусь экспортирует калийная соль куда беларусь экспортирует удобрения основные покупатели но это можно скажем так погуглить проверить по состоянию на сегодня индия и китай а теперь давайте поставим посмотрим на карту откуда выгоднее возить пока что беларусь проводит скажем так перевалку этих объемов через клапецкий морской порт доставляя туда железная дорога дальше перевалочка если смотреть логистическое плечо и учитывая международные грузоперевозки железная дорога то понятно что например домика шевище где уже есть канал доставлять часть этих грузов но это намного просто проще но и само собой что в данном случае одним из противников такой подобного проекта является с одной стороны железная дорога и это кстати одна из причин либо одно из объяснений почему часть белорусских бизнес ассоциаций выступает против потому что посмотреть количество участников там в принципе достаточно много компаний которые так или иначе связаны железнодорожным транспортом но нету тех кто занимается морскими перевозками либо личными но само собой то есть каждый каждый скажем так следит за собой и 2 2 2 блок либо 2 2 2 блок интересов это естественно литовская республика потому что перевалка белорусских калийных солей через порт клапиду по состоянию на сегодня это около 30 процентов загрузки клапецкого порта нацепными грузами по определенные периоды даже больше то есть соответственно для литовской республики это потеря больших денег и в таком случае например немножко помочь где-то советом где-то грантами где-то чем-то тем же самым экологом в организации протестных акций либо в организации протестных компаний почему бы и нет в принципе на украинской территории противодействия намного меньше но тоже есть скажем так определенная определенный лоббизм украинской железной дороги это тоже есть поэтому если хотя бы частично эти грузы перейдут на скажем так на украинское направление то мы получаем еще около двух миллионов тонн на протяжении ну скажем так первого года навигации который можно будет перегружать причем вопрос не в кораблях класса река моря потому что в украине по состоянию на сегодня есть хорошие технологии так называемого облачного порта либо догрузки на рейде это когда плавучие краны скажем так плавучие оборудование находится в акватории черного моря в территориальных входах туда заходят достаточно большие корабли и с барж либо до баржа они производят догрузку либо загрузку таким образом украина экспортирует часть своего зерна та же самая известная компания не был он таким же самым образом перегружает уже но по крайней мере есть планы перегрузки части контейнеров контейнеры грузов с больших контейнеровозов поэтому это будущее кстати под эти вещи компания не был он это один из крупнейших экспортера зерна и они же имеют свой собственный флот флот на днепре строя началась постройку нескольких барж проект 1500 бар барже для насыпных и барже для скажем так контейнеров грузов одна барша она пук по габаритам эти баржи относятся к классу днипро макс и одна баржа способна перевозить до 120 контейнеров но максимально там 130 нотка номинальная загрузка около 120 контейнеров за один рейс прошу прощения два железнодорожных состав и вот тут вот мы как раз таки подходим к идее пор порта в нижних жарах то есть порт нижних жарах первую очередь планируется как порт контейнерный почему это важно дело в том что по состоянию над за две тысячи девятнадцатый восьмнадцатый год только транзит китайский грузов принес железнодорогам белоруссии россии казахстан около восьмидесят восьмидесят миллионов долларов чистой прибыли вот то есть вопрос если смотреть технические характеристики и по крайней мере заявленные характеристики по порту в нижних жарах то планируется на начальном этапе создавая скажем так караваны 2 2 баржи и буксир которые курсируют на регулярной основе причем так маятниковым методом то есть она опускается вниз по потечению вторая поднимается в еженедельном в худшем формате скажем так в еженедельной периодичностью это позволяет позволит выйти на объемы перевозки где-то до 50 60 тысяч то есть 20 футовый контейнеров в год это весьма и весьма много это серьезные объемы это серьезная экономия потому что если смотреть по затратам на перевозку одной тонны на один километр то в принципе речной транспорт намного выгоднее ну и там обратите пожалуйста внимание внизу есть в том числе графики из расчетов по выгоде именно речных перевозок то есть случай с нижними жарами это часть белорусского экспорта контейнера но причем как украину так и дальше и очень важно это часть импорта из китайской народной республики то есть получается еще один заинтересованный участник кроме турции это китайская народная республика для которой возможность чем чем ты дальше поставляешь по реке всем дешевле для нее это реально интересно вот поэтому теоретически можно выйти только на белорусском направлении на второй третий год навигации на объемы годовой перевалки 6 и более миллионов тонн то есть причем это абсолютно реальные цифры и учитывая что общий грузопоток по днепру за 2019 год составил около шести с половиной миллионов тонн то есть это фактически только за счет белорусского транзита удваивается грузопоток и соответственно республика беларусь экономит значительную часть на логистике украина получает свой как говорится свою прибыль от транзита вот поэтому с точки зрения экономики в принципе расчеты более менее скажем так оправданы причем это расчеты не мои я брал расчеты различных организаций как украинские так и белорусских и в принципе иностранных поэтому ну тут это просто реальная перспектива то есть поэтому с точки зрения е-40 как именно соединение балтики и черного моря по состоянию на сегодня это невозможно с точки зрения выхода беларуси к морю речным транспортом это возможно и вот тут как раз таки возникает шум что как же это так мол господа мы разрушаем бассейн припяти и плюс ко всему есть еще одна очень красивая хорошая страшилка что дно углубительной работы над днепре они поднимут радиоактивных ил с с одна киевского водохранилища и отправят вниз по реке то есть я видел даже документы экологов о том что необходимо углублять до пяти с половиной метров и так далее то есть ну на первый взгляд это действительно страшно это ай-яй-яй но если мы посмотрим по характеристикам основных речных путей сообщений республики беларусь то номинальная осадка на днепробукском канале 2 метра то есть глубина шлюза 2,40 но как правило 40 сантиметров оно это так называемый запас который оставляется то есть судно не может иметь полную осадку иначе ну просто тупо сядет на мель поэтому номинальная осадка кораблина и барж на днепробукском канале 2 метра на верхнем сечении днепра и на западной реке те же самые 2 метра то есть по беларусской части и по припяти вопрос на углубление до 2,40 прошу прощения но номинальная глубины по припяти фарватеры припяти которые поддерживали до 2005 года было 255 270 то есть речь идет по крайне мере на участке припяти не о катастрофе а о восстановлении режима который был до 2005 года в республике беларусь и поддерживался какая к таком случае катастрофа а если говорить о порте в нижних жарах там глубины намерены поддерживать именно глубины портового канала до трех пятидесяти а вопрос о пяти метрах он в принципе нереально по одной простой причине что основные ограничения по классу днепробакс они лежат не с точки зрения теории они лежат с точки зрения того что сделано в бетоне и в железе а именно высота мостов ширина шлюзов на днепре и соответственно под ширину шлюзов глубина фарватера вот пожалуйста вам таблички и обратите пожалуйста внимание на правая табличка так глубина судового хода по днепру справа это именно класс днепромакс и так максимальный максимальная глубина шлюза верхнем течении днепра то есть на киевское водохранилище это 320 это значит что корабль корабль с осадкой более трех метров он прошу прощения туда просто не пройдет его просто туда никто не пустит а новый шлюз никто делать не будет вот соответственно если у тебя шлюз осадка судна до трех метров то возникает вопрос а зачем тебе копать канал глубиной пять метров на киевское водохранилище там сегодня киевское водохранилище фарватер 310 вот пожалуйста первая скажем так страшилка которая разбивается просто об обычные факты то же самое вопрос да вопрос прокладыванием канала верхних течениях то есть до нижний жар там там есть узкие участки с глубинами до двух метров но тут как раз но тут вопрос возникает немножко еще и другой то есть и еще раз покажу вам слайдик с небулоном вот там с левой части это баржа который строит небулон класса днепромах свете там стоят люди и видите ватерлинию посмотрите пожалуйста внимательно осадочку метр восемьдесят то есть соответственно баржи в том числе для контейнеры грузов это метр восемьдесят два метра осадки это чтобы проводить навигацию ну как говорится безопасно и этого вполне достаточно на проведение основной части грузопотока именно на выхода те же самых 6 7 миллионов поэтому с точки зрения реализации на сегодня с точки зрения реализации и перспектив на ближайшие 45 лет то вопрос до углубления вопрос экологической катастрофы но ну мягко говоря не стоит то есть я понимаю конечно что говорит что мы все умрем в этой это естественно это природно потому что человек не вечен но уж поверьте мы умрем не от радиоактивного ила нет и не от того что припять резко перекопают потому что это на постоянно сегодня просто не надо если это не рационально если зачем копать глубокий канал когда у тебя корабль по такому каналу просто не войдет шлюз смешно правда вот но попугать как говорится бывать и попугать people почему бы нет если говорить о более далекой перспективе но тут вопрос как раз таки не только с польшей и вопрос и нет и не только и не экологических рисков где где как раз таки нужно экологическая экспертиза потому что есть несколько вариантов такого строительства и один из перспективных даже та же самая западная двина с глубинами 2 метра этого вполне достаточно для доставки например для основной части грузов до нижней жарцы последующей перегрузкой ну и так далее то есть это то что может быть и в таком случае это возможности тех же самых и китайских европейских инвестиций на территории беларуси и латвии и возникновение таких инвестиций инвестиционных потоков она естественно сделает это будет дополнительным стимулом для польской республики потому в области больше сговорчивости то есть поляки тоже начнут видеть свою свою выгоду видеть что эта выгода уходит из их рук и они соответственно будут чесаться вот поэтому на более далекую перспективу это тоже возможно вопрос лишь в том что более далекая перспектива и любые большие капиталовложения они возможно не под прожекты то есть не под хотелки тут и сегодня они возможно под реальную выгоду реальная выгода будет видна после запуска первой части судоходства поэтому с точки зрения е40 проект весьма перспективный проект денежный но денежный не сразу потому что любые такие проекты они приносят деньги на второй третий четвертый год своей эксплуатации с другой стороны этот проект имеет множество скажем так групп которые будут ему противодействовать первое как я уже сказал это литовская республика которая боится потерять часть грузопотока естественно что в таком случае с литвой необходимо беларуси и украине разговаривать ну по крайней мере гарантировать определенную загрузку клайпинского порта и при этом в беларуси есть славкари который намерен выйти на втором году эксплуатации на 2 миллиона тонн то есть славкалий не законтрактован на клайпинский порт то есть соответственно тут может идти речь только об упущенной выгоде беларусская железнодорога и железнодорожная компания но тут как говорится тут намного проще то есть грузоотправитель выбирает более дешевый путь а государство обеспечивает фискальный и инфраструктурный режим здоровой конкуренции транспорт то есть так в таком случае реальные контракты на перевалку грузов они расставят точки на воды вот хотя естественно вой определенный будет и его будет много вот теперь российской федерации для россии возникновение такого водного пути это ну как вам сказать как серпом по одному месту по одной по одной простой причине простой причине что еще четыре года назад российская федерация пыталась реализовать программу назовем так по стимулированию отправки белорусских экспортных грузов через российские партнете в том числе думали использовать и водные артерии то есть думали со своей стороны развивать водный транспорт почему например от орши вверх по днепру расчищался фарватер то есть это в том числе было по проекту и белорусскому и союзного государства потому что российская федерация намеревалась таким образом ну скажем так переправлять часть белорусских экспортных грузов то есть эти инициативы после открытия днепра они накрываются медным тазом соответственно россии не довольны и плюс это больше политическая экономическая связка беларуси украины что тоже для кремля в данной ситуации в данных политических условиях мягко говоря нежелательно а в случае входа китая в этот проект в случае кода европейского союза проект это кроме всего прочего и большой инфраструктурно-транспортный проект проект в котором есть интересы глобальных игроков но нету интересов российской федерации и учитывая что новая экономика это как раз таки но она будет вокруг технологий и а сегодня на вокруг пути и сообщения то есть это в том числе политическая и экономическая и частично даже военная безопасность потому что глобальные игроки они всегда рассчитывают на то чтобы обеспечить безопасность пути доставки своего товара поэтому это это в том числе даже и и военные как бы там ни было безопасность пусть это опосредованно но это тоже есть для россии само собой это невыгодно зачем чужие интересы под сам как вылеза российским подключить вот если говорить по украине то в украине есть ну скажем так лоббист который выступает против по крайней мере законопроекта вот внутренне водном транспорте его теперешние составляющие это компания не был он ключевой как ни парадоксально да судно-судно строители они выступают против почему потому что данный законопроект предусматривает допуск кораблей по чужим флагам на днепр но это естественно речь идет не о кораблях нет не о большом количестве кораблей река моря такого флота нету речь идет о буксирах и так далее не был он по состоянию на сегодня это монополист по производству речных буксиров и речных барж естественно что любой монополист не заинтересован в том чтобы терять свои доходы терять свои контракты с другой стороны если говорить например с точки зрения создания нового флота возникла постройки барж постройки буксиров тоже есть но за так определенной мере страхи те кто выступает за сохранение за усиление позиции небулона что судно строительные компании которые принадлежат небулону они будут терять терять доходы потому что будет чужой транспорт но господа вопрос в том что в любой реке исходя из географии это реки исходя из гидрологического режима классы речных кораблей свои по длине по ширине по глубине осадки поэтому в первую очередь может может идти речь о допуске буксиров но это естественно надо потому что как бы ни было он не говорил что мы все обеспечены небулон не может особенно в сезон экспорта зерновых обеспечить буксирами чужие грузы поэтому буксиры естественно чужие нужны и они будут если говорить о баржах и о строительстве кораблей но прошу прощения открытие днепра для беларуси в первую очередь это строительство тех же самых гусиров тех же самых барж на тех же самых заводов небулона потому что больше ссори некому тот поэтому я бы говорю я бы не относился к этому так панически то есть деньги получат все другое другое дело что вопрос в стоимости проводки кораблей это уже будет снова таки вопрос конкуренции то есть тут надо будет потесниться поэтому вот такие вот краткие наметки или прибыли бы такая конспективная поверхностная поверхностный срез по проекту е-40 то есть с точки зрения беларуси украины это чрезвычайно важный инфраструктурный проект который необходимо реализовать с точки зрения именно водного пути в полном его составе там включая польшу либо кого-то еще пока что это как говорят в украине на часе то есть начале необходимо откатать грузопотоки сегодня и потом посмотреть как это будет и при этом начало реализации проекта возможно 20 21 год то весьма интересная вещь потому что начинается в неблагоприятный период а именно в период экономического кризиса и в двадцатый год период низкой воды на днепре потому что зима была бесснежно то есть снова таки можно будет оценить насколько данный проект ну хоть хотя бы возможен при сложных условиях навигации то есть насколько он это будет оправданно поэтому двадцатый год для проекта будет интересно 20 год для проекта будет определяющий ну и я все таки надеюсь что проект по крайней мере частично проект е-40 будет реализован потому что это важно как для беларуси так и для украины на этом у меня все видео понравилось лайкать шарьте отправляете как говорится знаком комментируйте спорте потому что спорах рождается истина естественно подписывайтесь на мой канал и поддерживайте меня подпиской на патреоне всего вам наилучшего